Это мне рассказал один мой знакомый. Я решил... Я решил помыть свою машину. Но когда пошел в гараж, то заметил почту на старом поле и решил просмотреть ее прежде, чем мыть машину. Я положил ключи от машины на стол, просмотрел почту, заметил в ней щита на оплату и хотел бросить надоевшую иглогу, которая была на почту, в мусорный бочок, под столом. Но бочок оказался полный. Тогда я решил положить щита на оплату на стол и сначала выбросить мусор. Но подумал, что когда я его вынесу из дома, то, кажется, рядом с почтовым ящиком их смогу отоскать, не область у них щита. Поэтому я взялся в стола чековую книжку, но там оказался только один пустой чек. Дополнительные чеки лежали в моем письменном столе, и я пошел туда. Но на столе я нашел бутылку Попоколы, которую я не допила. Я собрался поискать чеки, но сначала мне надо было поставить куда-то подальше эту бутылку, чтобы случайно не сбить ее со стола. Бутылка была теплая, и я решил поставить ее в холодильник. Когда я зашла на кухню, то заметил, что на полке стоит ваза со цветами, которые нужно полить. Я поставил бутылку на полку, и вдруг там обнаружил свои чки-печки, которые все утром искал. Я решил, что будет лучше, если подъяволу их опять написано, что, но сначала я должен полить цветы. Я занул очки оправдан на полку, налил лейку, но неожиданно заметил путь управления телевизора. Кто-то оставил его на уходном столе. И так дальше он много в холодильнике рассказывал, и поддон виток. Машина не помыта, счета не оплачены, теплая бутылка Попоколы в своей на полке, цветы не болит, но я чеково не попрежнему одену в своей чеке, я не могу найти свои очки, не могу найти пульта телевизора, и не помню, что я делал с кричами от Машлины. Когда же я попытался понять, почему сегодня я не успел ничего сделать, я срок убит. Я четко знал, что весь день долгий я был занят и очень устал. Я пью по-настоящему, по-настоящему. Спасибо.